На перебой с холодным водоснабжением пожаловалась жительница микрорайона Молодёжный. Глава пояснил, что причина тому – вышедший из строя сетевой насос на станции обезжелезивания. Сейчас весь город обеспечивает только один сетевой насос, из-за чего максимальные часы разбора с 16 до 22 имеют место сниженный напор воды, особенно на верхних этажах многоквартирных домов. Решением проблемы станет замена дорогостоящего оборудования. Данный частотник уже заказан сетевой компанией, его стоимость около 600-900 тысяч. Администрация города держит это на контроле и в течение 10 дней будет установлен. Поэтому такие проблемы возникать будут, но, к сожалению, иными механизмами и способами так быстро устранить невозможно. Кроме того, в южной части города ситуация усугубилась в связи с возникшими авариями на водоводе. Из-за изношенности сетей произошли четыре порыва в понедельник и ещё два во вторник. Но в стране них были задействованы все бригады Уваровского филиала ТСК. Работа велась ежедневно до поздней ночи. Владислав Денисов отметил, что многие участки водопроводных сетей изношены и требуют замены. Сейчас совместно с ТСК прорабатываются варианты решения вопроса, разрабатываются инвестиционные программы. Сейчас мы решаем уже в рамках инвестиционной программы, именно выявляем эти проблемы, выявляем те проблемные участки, которые есть. И уже в таком превентивном порядке будем проводить соответствующие регламентные работы. В следующем обращении поступила просьба о замене автобусного павильона на остановке «Центр». В городе ведётся работа в данном управлении, и постепенно жители могут заметить, как в разных частях города появляются новые остановки. Так, в этом году они были заменены по улице Мичурина и по улице Шоссейной напротив техникума. Глава города дал задание специалистам обновить павильон и науказанные остановки. Ряд вопросов касался благоустройства отдельных мест. Жители первого микрорайона просили вывести срубленную поросль с территории между домами 24-25, вырубить поросль от 8-го корпуса лицея до дома 33, производить уборку дорожки до 24-го дома. Также в числе обозначенных тем – возможность асфальтирования дороги по улице Курганской, наведения порядка, вместе работу бывшего ДК «Октябрь», расширения дороги на городской пляж. Все вопросы взяты городоначальником на карандаш. О результатах рассмотрения жители будут проинформированы. Нередко на прямую линию поступают отклики по тем мероприятиям, что происходит в городе. Вот и на этот раз жители отметили приятные перемены. В свою очередь глава города отметил, что несмотря на то, что с каждым годом удается благоустраивать все больше мест, еще предстоит много работы. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород.